Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Полина Бахова. И сегодня мы находимся в студии, в творческой мастерской у Виктории Майской. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Полина. Виктория у нас не только мастер по макроме, плетению, она не только шьет, вяжет, но с недавнего времени Вика занимается сухоцветной флористикой, правильно? Все верно. Расскажите, что это за вид творчества такой? Мы сочетаем сухоцветы с макроме. Допустим, мы берем вот такое вот кольцо, в данном случае это металлическое кольцо. Можно использовать деревянные, бамбуковые кольца или же, допустим, деревянные рамки. И сочетать макроме с сухоцветами. Ну, то есть сухоцветы, они нужны для украшения интерьера. Причем они могут стоять весь год, не требуя никакого ухода. Это все верно. И они не только стоят, они еще и благоухают. Итак, что мы сегодня будем сделать из наших сухих цветов? Для этого нам понадобится, я уже говорила, кольцо, вот такая вот лента флористическая, наклейка, и вот такая вот металлическая леска. Она будет крепить наши сухоцветы. Из каких цветов можно делать композиции? Из любых? Из любых, да. Вы можете приобрести, предположим, готовые уже сухоцветы, либо полевые цветы, сделать какие-то свои заготовочки, подсушить и сочетать уже дальше. То есть летом сделать запасик, высушить и потом творить и создавать красоту, правильно? Да, все верно. Так, мы, наверное, сегодня будем делать из... Да, мы можем взять... Колосков. Колосков, да. Можем сочетать разные цвета. Я сейчас покажу, как это делать. Я пока могу выбрать по своему вкусу? Конечно, да. То, что мне нравится. Эти цветы, они специально окрашены, правильно? Да, это уже заготовочки, которые заранее подбираются цвет. Они бывают очень большой ассортимент и колористикой. В общем, их очень-очень много на рынке. Очень красиво. Полина, я предлагаю у вас пульсисикатором. Он очень поможет, да. Либо ножницы очень острые. Вы отрезаете средней длины палочки, вот как вы делаете. Какие нам ножницы? Такое достаточно? Да, достаточно. И составляем композицию, правильно? Да, все верно. Можно еще. Конечно. Так. Так. Допустим, мы уже определились с цветом, да. Я покажу просто, как это все дело делается, как их объединить между собой. Составляем букет. Да, букетик. Добавляем сюда белых, красненьких, допустим, да. Мы с вами можем. Вы можете прикладывать, смотреть, как сочетать цвета. Менять. Менять, да. Далее вы просто делаете вот таким образом. Берете вашу ленту. Это специальная лента? Она бывает разных толщин. Вот. Она очень удобна тем, что ее можно как и заклеить. Допустим, вот вы сейчас будете делать букетик. Если вам, допустим, что-то захочется поменять или добавить, вы можете так же легко ее и снять. То есть она не прилипает, не основательно. Вот. Обрезаем. Вот вы сделали ваш букетик. И лишнее просто хвостики убираем. Это у нас часть заготовки, да. Мы делаем вот такого рода заготовки. И сколько их должно быть? Например, допустим, вы смотрите по кольцу. Давайте возьмем что-нибудь небольшое, среднее, может быть, вот такое. Вы можете, допустим, брать, идти вот так, располагать, прикладывать. Поближе вам сделаю колечко. И вот так вот вы смотрите, допустим, с этой стороны вы хотите сделать сверху или же все кольцо. То есть вы, как бы прикладывая, смотрите. Давайте я еще отрежу сейчас немножечко полевых цветов. Так, я могу использовать ленту, да. Ищите конец. Очень часто можно увидеть такие украшения из сухих цветов в ресторанах, в кафе, в местах общего пользования. Это, видимо, потому что удобно, да, красиво. Да, красиво. И, наверное, сейчас это достаточно популярно, так же, как и в акраме. Очень часто мы это встречаем. А еще сам процесс очень интересный. Вы экспериментируете цветовые гаммы, да, вы смотрите. И вообще это такой, как бы, релакс. Создавать что-то своими руками. Так, и лишнее убираем, да? Так, я думаю, что вот так. Да? Да. И что-то еще. Вот. Далее, допустим, мы с вами начнем. Я покажу, как крепить. А, дальше нужно прикреплять. Вот смотрите, допустим, вы сделали свои заготовочки, да? Вы вот так вот их прикладываете, смотрите по цветовой гамме. Вот, и мы их кладем, то есть, получается, как бы, друг на дружку, чередуя. Далее мы берем нашу леску. Небольшой кусочек. Чем тоже удобна эта леска, она крепится вот таким простым, несложным способом. Вы можете использовать нитки, многие используют нитки, простую леску обычную, не металлическую, чтобы не было видно. Ну, наверное, прелесть этой лески в том, что она хорошо держится. Да. И держит форму, и она под цвет зелени. Зелени, да. Вот, вот так вот вы закрепили. Угу. И следующую композицию, да? Закрываете вашу лесочку вот этими, вот этим букетиками. И снова ее крепим. Давайте я попробую. Давайте. Отрезаем небольшой отрезок. И начинаете крепить. Прикладываем, да. Крепим. И должно быть достаточно плотно намотано. Да, да. Как правильно сушить цветы для таких композиций? Есть какие-то правила? В основном их не надо при покупке, когда вы принесете их домой. Они же живые еще, допустим, цветы. Вы их просто можете подвесить вверх ногами и сушить. Чтобы они красиво, да, высохли. Вот, регулируете и можете закрепить посильнее, предположим, да. Угу. Но их же будет видно тогда, веревочки? Нет, вот как раз таки в том-то и фишка, что вы, получается, накладываете каждый букетик, закрывая тем самым вашу ленту. А я могу вас здесь вот где-то еще скрепить? Конечно, вы можете, можно вот, допустим, брать букетик и сквозь него, да, закрепить вот таким образом лесочку. Чтобы она положилась ровно. Вот у меня еще есть ниточки, смотрите. Можно, например, брать нитку. Она не сильно толстая, она похожа на лесочку, это случилось. Она как леска. Тонкая-тонкая, ее будет не видно. Не видно, да. Но это надо будет проделать несколько оборотов и завязать на какой-то узелок. Ну, вообще специальных, наверное, навыков в этом творчестве не требуется. Здесь главная фантазия, да? Да, да. Мелые руки и много-много-много сухих, красивых цветов. Цветов, это точно. Ну и колечко, конечно. Также можно, кстати, крепить и на веночек цветы, используя, допустим, лазунь. Или какие-то уже заготовочки, сделанные для вот этого всего. И еще один, мне кажется, можно создать букетик, заготовочку и закрепить ее лесочкой. Да. И еще вот вы здесь использовали ромашку, я вижу. Да, ромашка. Это полевые цветочки. Полевые цветы. Можно побольше таких вот, например, взять. Полевые цветы, они сыпятся больше, мне кажется, да? Ну, если как правильно их сушить, если они хорошенечко высохли, вот, то они не будут так осыпаться. Потому что, насколько я понимаю, вот эти вот все сухоцветы, они не только окрашиваются, да, они еще и правильно, при правильной температуре сушатся. Вот, скорее всего, да, потому что они вот абсолютно такие стойкие. Не осыпаются, так отрезайте. Да. Не осыпаются, да. И закрепляем. Да. Нашу композицию специальной леской. И можете эту же леску, не обрезая, закрепить на... Я так и хочу сделать, чтобы использовать ее... На раму. Вот так. Да, 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 прикрывая. И потом лишнее мы отрезаем. Угу. И вот это вот как-то можно скрыть, или так оно осуществляется? Вы можете скрыть это все нитками, допустим, там, косички заплести какие-нибудь, бахрому сделать. Вот. И вообще, если даже у вас будет немножечко виден кончик, это не есть ошибка. Угу. Потому что это же как бы ручная работа. У нас получилась вот такая композиция, и прям просится украсить наш ловец еще нитками, дополнением. Чем мы будем его украшать? Мы можем с вами взять хлопковый шнур или шпагат. Угу. И сделать, например, какую-нибудь красивую бахрому. Так, давайте. Да. Отмеряем небольшой отрезок. По цвету больше подходят нежные. Да. Оттенок, поэтому... Обрезаем. Обрезаем, да. И крепим его на ловец, на наш ловец, на наше колечко. Итак, украшение из нитей на ловце, оно будет снизу. Да. Потому что ловцы у нас украшают стену, как правило, спальню. Почему и называется ловец снов. Угу. И крепим узлами. Наши веревочки. Рядышком. Рядышком. Так. Сколько нам их потребуется? А сколько, насколько гораздо ваша фантазия? Вы можете добавлять туда ленты, добавлять туда шнурки. Очень красиво смотрятся перья на ловцах, бусины. Да. Мы используем сколько веревочек? Четыре? Пять? Можем четыре, пять. Давайте пять. Так, закрепляем наши веревочки. Так. И можем, например, сделать какой-нибудь узор. Давайте. Так. Можно сплести косичку, будет очень интересно смотреться. Можно сделать наш любимый квадратный узел, вот, либо какую-нибудь цепочку. Я сейчас покажу, как делается цепочка. Она, получается, работают у нас две ниточки, и мы их друг за дружками чередуем вот таким вот образом. Один раз и второй раз. И другой раз уже с другой стороны. Да, да. Чередуя лево-право, лево-право. Потом можно придерживать, подтянуть, и цепочечка начинает вот вернеться. Точно так же делаем следующий узел. Да. Одну веревочку накладываем на другую, оплетаем. Да, и затягиваем. И так же с другой стороны. Угу. А потом его вот так вот выпрямляем, чтобы он ровненько смотрелся. И получается вот такая вот цепочечка. Так мы сочетаем в данном случае два вида творчества. Это сухоцветная флористика и макраме. И макраме, да. Вещи, которые делаются из натуральных материалов, в данном случае сухие цветы и хлопковые веревки. Это материалы натуральные. Они сейчас очень популярны. И их используют очень часто для украшения интерьера. Плюс еще сухих цветов в том, что они не вызывают аллергии. Все верно. Поэтому украшать можно любые пространства, не боясь последствий. Угу. А в дальнейшем, если уже цветы, допустим, запылились, или же надоела краска, вы можете их снять. Обновить. Сделать новый, например, весенний букет. Угу. Можно также использовать искусственные цветы, листья, какие-нибудь вот такие баны. Делать тоже маленькие заготовочки. Угу. Потому что сейчас тоже делают искусственные цветы очень красивые, прям как настоящие. Настоящие, да. Достаточно? Да, вы можете для себя определить любую вам длину. Среднюю или до конца. Угу. Вот. Здесь, например, еще что-то заплести, допустим, косичку обычную. Угу. Или сделать вот такой вот узор. Сочетаю друг с дружком. То есть чем больше вообще на ловце снов у нас различных весюлек, бусинок, перьев, главное, чтобы все это красиво сочеталось, тем он смотрится богаче, интереснее. Да, все верно. И красочнее. И красочнее. Ну, какая сеточка. Настоящий ловец. Сеть, чтобы поймать хорошие сны. И вообще все это можно еще и с лентами красиво сочетать больше. С лентами, с тесьмой. Да, будет все красиво смотреться. Итак, с помощью обычных узлов мы переплетаем наши веревочки и сплетаем все это в узор. Мы вот здесь вот, наверное, да, последнее просится. Итак, получается у нас вот такая композиция. Ей не хватает, мне кажется, веревочки. Веревочку можно сверху, да, сейчас сверху можно сделать. И можно вешать уже на стену. Можно с петелькой, можно без петельки. Вот такая получается красота у вас. И это легко можно сделать с детьми, в кругу семьи и на подарок. И достаточно быстро. И очень мило и красиво у вас получится вот такой ловец снов из сухих цветов и натуральных веревок. Спасибо вам огромное, Виктория, за новый опыт. Используйте подручные материалы, сухие цветы. Не сидите сложа руки летом, чтобы делать заготовки и потом плести вот такую красоту. Ну а мы прощаемся с вами. Увидимся в следующих передачах на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова